Всем привет! Мы продолжаем проходить Ref of Traches, ну и наконец-то мы добирались до Черной Воды, потому что этот квест от нас не зависит, ну а вот эти квесты как бы ждёмся. Разрушенное поселение одного из кланов Саркориса, клана Черной Воды. Среди беженцев, спасшихся от демонического нашествия, нет ни одного представителя этого клана. Скорее всего, он был уничтожен полностью. Нифигасе, на заставке это выглядело как лаборатория. Это и есть какая-то лаборатория. Ну, просто я не думал, что мир Pathfinder столь технологичен. Ну, ладно. Девчуля, тебе. И невесомый доспех тоже себе пригодится. Маркан верхом? Нет, Маркан как всегда спал не верхом. Да что ж такое-то, чувак, ты должен по седле спать. Уже давно. Ну вот, а баф почти прошёл, я ещё вспомнил, что уныния есть вот эта штучка. А вот теперь всё. Теперь можем идти. Ну, вы мне писали, типа, если будет лаборатория, возьми с собой ныню. Вот, пожалуйста, всё садо. Электричество? Мать вашу. Электричество? И дверь за нами закрыт. Вы обречены. Мы превосходим вас силой. Опустите оружие, и вам будет сохранена жизнь. Сопротивление бесполезно. Вам не победить. Капитулируйте. Сдавайтесь. Добровольная модернизация менее болезненна. Модернизация? Чё за нафиг? Ваш флаг, улучшенный рубак, обладает регенерацией. Ага. Ха-ха. Регенерация, ребятушки. Эм, предположим. Ну, я так думаю, что стоит нам кинуть в него огнём, как регенерация у него резко пропадёт. Так что с этим проблем быть не должно, я надеюсь. Ух. Срань. Так. Хорошо. А давайте-ка... У ныню есть защита от стихий? У ныню есть, кстати, паутина. Мм. Так. Ныню. Кинь тогда паутинку, а? Чёрт. Спасброслись, но им ещё по ней пти, то есть они ещё могут увязывать. А, это заклинатель. Мать вашу, опять снижение характеристик. Началось. Так. Защита от мировоззрения. Устойчивость к стихии. К электричеству. Она коллективная? Э, не коллективная. Стоп тогда. Отмена. Отмена, отмена. Во, защита от стихии коллективная. Электричество. Вот. Такс. А, наш персонаж. Давайте попробуем стишок рассказать. Не. Не, слишком серьёзные чуваки. Как бы стишок не ценят. Жалко. А, бло, улучшенный заклинатель. Но мне не нравится конкретно он. Хотя следующий будет ходить вот этот гад. Может, прибьём его? О, лан. Красавчик. Так. А, ты видел это? Лан, вообще красавчик. Давайте-ка... Силушка... Отложит ход. Куда-нибудь вот сюда. За них. Вольжев. Мёртв. Мёртв, но он типа не мёртв, потому что мы его... Ни огнём, ни кислотой ещё не долбанули. а вот это должно ему помочь а защита от стихий сработало блин ну вот этого я от игры не ожидал никак хорошо допустим вот так вот мы еще огонек туда пришли и а куда он регенерирует если мы по нему фиганули этим мы ему фиганули огнем кислотой алло мне реально вот сейчас немножко не по себе и страшновато потому что какая-то фигня так не должно кому у нас характеристики понизили силушки давайте тогда низшим восстановлением сразу и начнем ее плавно приводить себя в силушки вернули две силу у нашего персонажа есть какая-нибудь кислота очень такое веселое есть рыбий снаряд шире давайте посмотрим что это ладно ага но тут понятно что они типа пытаются окей огонь может и огонь не спасает какого ляда может надо тогда терминал заюз на него а ты можешь тогда знаешь чё отпустить эту паутину прерывай паутинку свою вот ах так но эти дряни продолжают регенерировать или холодное оружие нам стать но в холодное железо оно кажется тоже должно регенерацию прерывать я и газ 2 дэрон дэрона у нас еще защита от стихий ах действует но дэроном мы не дойдем маркан попробуй ты не нет что нам уже и кислотой и и огнем и вообще все на них юзали то есть как-то это не честно так кислота была давайте и огонь был хорошо еще раз кислотой да ну вот же на него давайте тоже кислотой но уже вот в этого года ай сила по один помер один таки поле в итоге так марка не может я не знаю сколько нам надо подать это тело чтобы она наконец решила передумать вот просто мы уже и холодным железом и все на тебе дрянь и на нем кислота тоже давайте еще огнем добавим о на бабочки огнем принесли все стало хорошо взломать ворот и гаси ворота перед вами выглядит очень прочными основать стоп 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 а ты кто а просто вышли какие-то уборщики и убираются ага стремно мне ворота перед вами выглядят очень прочными основательными металлические створки совершенно гладкие лишены замочных скважин или иных запоров возле одной из створок расположена небольшая панель покрытая символом осматриваем ворота выброса обнаруживаете шарниры и механические устройства которые приводят ворота в движение самих створках ворот тоже есть нечто интересное то что на первый взгляд кажется монолитным пластом брони при ближайшем рассмотрении скорее похоже на ткань броня состоит из тончайших серых металлических нитей которые будучи необычайно плотно и искусно пригнанными однако другой складываются в единое полотно изучаем неизвестный металл судя по прочности и твердости материала это небесный металл именуемый адамантином впрочем более темный матовый цвет намекает на то что это скорее сплав адамантина из стали глауцид субстанция куда более дешевая но менее стойкая однако вы замечаете что среди серых нитей встречаются вкрапления иного материала бледно-зеленые являющиеся скорее кристаллическими чем металлическими по своей форме вероятно это нокваль другой небесный металл удивительный кристалл который поддается ковке словно железо и обладает способностью противостоять магии творец этих ворот судя по всему хотел создать воистину нерушимую преграду взламываем панель поддев на джом панель вы заглядываете под нее видите множество металлических струн в их хаотичном на первый взгляд сплетение есть изящная смысленность будто некие механические пауки сплели в этом гнезде свою ажурную паутину тронув одну из струн лезвия вы замечаете как в темноте загораются восемь маленьких зеленых фонариков напоминающие хищные паучьи глазки в их мерцающем свете вы замечаете в глубине кусочек чего-то черного и оплавленного приглядевшись вы понимаете что это оторванная и поджаренная фаланга пальца видимо она принадлежала тому кто пытался взломать эти ворота до вас раздавшийся стрек от металлических лапок заставляет вас быстро убрать руки подальше от панели прикасаемся к панели ворот символы на панели реагируют на ваши прикосновения загораясь издавая короткий металлический звук каждый знак которому вы прикоснулись продолжает гореть какое-то время но когда вы нажимаете на три символа подряд все они гаснут и раздается резкий бьющий пушам неприятный сигнал на кнопках панели красуются шесть символов круг треугольник квадрат круг с точкой ромб . присматриваемся к кнопкам на одном из символов ромбе вы замечаете почти стершийся кровавый отпечаток пальца этот маленький знак придает панели зловещую облику нажимаем на ромб круг треугольник ромб квадрат квадрат хорошо выбить волос ворота сил ваши удары не оставляют на створках воротах и следа металл вокруг ворот проще на неподадок давайте пытаться искать подсказки тогда тут причем такие уборщики просто пришли но а собираться будем ой а тут все улучшенные регенерирующая да здорово повезло нам но к счастью у нас есть некий запас огненных заклинаний есть холодное железо в общем ох ох а ему все это на силу еще при прилетела но кстати стрелок если чё план попробую уложить этого стрелка на сейчас прибегу хую опять нам что-то прилетел вещь нам что-то прилетает ладно ахах так но стрелок там еще мертв но как бы не не до конца так больше ну давай кислотой вот этого клина так мы с вами далеко не пройдем если будем на каждого гада тратить по заклинания где но но так так себе ныне а у тебя есть какие-то еще заклинания которые нам могут папа и слотный туман это все конечно здорово но но нет так ланиссимо всего один выстрел сушим умешает то так стрельбе и у смертельное отчаяние ладно марка подходи к живому еще я так полагаю что теперь мы продолжаем просто ковырять этих гадов пока они не подохнут вот же как у тебя с этим кстати он каждый раз будет снимать году силу да и гада в итоге взорвёт тоже выход жалко что это только что нам больше на всех не хватит но с другой стороны у нас и силушки может она чем сделает блин я я представлю как ему больно сейчас регенерировать конечно марка у тебя что же какое-то необычное оружие на но видимо недостаточно сила вот жив всего один удар но видимо мы ждем следующего хода больше пока он просто силу этого гада не не обратит в дикие минуса да тут у чувака идут какие-то пенальти по нет нет не разорвали еще сила у тебя есть какой-нибудь вариант связь с оружием типа холодный аксиоматическое святое давайте смотреть какие у нее есть вариант быстро дополнительная атака кстати огненный взрыв погребальная а гроза любой нежели не не что-то холодного я не вижу жаль а ну не огненная кстати тоже тоже должно это останавливать эту фигню теории кажется на практике только больше всего отправлениями врагов в отрицательную силу до нифига себе зашли а кстати у силушки все еще там отрицательные характеристики давайте это исправим у кого еще есть уроны характеристика я вроде все остальные в порядке и я так чувствую что мы здесь с вами друзья на какое-то время чтобы вскрыть такой прочный замок нужен специальный инструмент мощная дверь намертво заблокирована внутренним механизмом для разблокировки шлюза предъявите ключ про нет конечно пипец мы с вами встряли улучшенный рубака улучшенный защитник а какие у нас песни есть боевые хранитель знаний погребальная песня стать давайте с нее и начнем попробуем их испугнуть все электрические крутые смотрите на них вольжев я думаю в этот раз без ускорения но сразу начнем году его характеристики опускать минуса только не по вольжеву счастью не по кому план но давай защитника и гонем он первый ходил поэтому ему все наше внимание будет подарено на него здесь каким дешевые заклинания огонь я не буду тратить стать убийственный фантазм давненько мне не шалили все тоже вариант причем вариант оказывается очень даже хороший так и этого тоже прибили нет лежит но ждет видимо когда будет ходить вольжев дэйра ну давай только болты на нее тратить польза вольжев оказывается самым грозным потому что может силу врагов опускать в отрицательные значения и таким образом их убивать я не понимаю почему всякие холодное оружие и прочее и огонь и кислота не очень действует но может следующий раз если будет подсказки я ее таки прочтем готова так зато с них падают какая-то магическая инвентарь на на то есть а с учетом того что мы постоянно к магическим штукам добавляем бонусы может оно и к лучшему блин стрёмно 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 так ого улучшенный заклинатель вот не хочу я с ним сражаться долго давайте начнем бой лучшему регенерацию а в описании существа то есть в данном случае молниями надо останавливать их регенерацию вот оно чего а хорошо силушка но когда у нее будет ход так вольжер ммм дождем а у тебя есть какое-нибудь молниеносное оружие а погребальный черт выглядит как молниеносное хе-хе ладно быстро кстати тоже прикольно огненный взрыв мм но чувак поскольку защитник я так думал он сам к нам придет а а а а куда он как хастует после этого 12 сил и урона 6 ловкость вы офигели а вы офигели за один каст это в кого влана оно пермаментное так ладно у них значит эта вся фигня останавливается молниями давайте смотреть что у нас есть из свитков нам дали посох к счастью нужный а у нас даже два посоха ну а с другой стороны что мы будем долго этот джезл с собой носить жадничать а потом он и не пригодится никогда ну-ка засранцы на тебя ну это чисто остановить регенерацию да помним вольжер давай не будем сейчас лезть ай надо было знать что делать надо было садануть этим посохом по вот тому уродцу магу потому что он же сейчас станет и начнет кастовать а кастует он ай как во силушка давай кстати кажется маркан тоже у нас умеет использовать магические устройства и второй посох молнии тогда дадим ему ну-ка во упокоили хорошо так дэйрон ну чё дэйрону стрелять только ух а дэйрон неплохо выстрелил а а а а сила о спасибо на лана естественно да ну ладно ланд вплотную гады сейчас задолбает так ныне он здравствуй и пока вольжер вольжер все вольжер завершает всю историю но унынио а и унынио прошел часть урон характеристик ууу но шмотки здесь конечно и падают то есть здесь и враги посильнее ага огненная отмычка топливо огненная отмычка удивительно но эти массивные машины занимаются ювелирно тонкой работой ремонтирую и исправляю поврежденные запчасти для людей машин кажется гудящая машина насыщающая электричеством воздух вокруг себя питает окружающий механизм йоу записи гласят процент успешных имплантаций повышен до 47 в целях дальнейшего улучшения результата будет применено удаление височных долей мозга в полном объеме взломать ворота предоставлен доступ камерам содержания обслуживающего персонала так это куда мы получили доступ может мы вот здесь что-то открыли или там на входе а там же у нас какая-то отмычка что это такое было это квестувайтем или куда а топливо для огненной отмычки вряд ли это устройство было изготовлено для того чтобы скрывать запертые двери но она отлично для этого подходит всасывая с утробным воем газ из присоединенной металлической колбы огненная отмычка извергает из дра струба поток белоснежного пламени заставляющий металл замка кипеть и испаряться это как-то это как-то вот сюда какие ворота мы с вами взломали но не вот эти а у нас есть теперь вариант нет варианта отмычки нет подсказки пока никакие не получили и здесь о здрасте ой о чем мы зашли и вышли ветхая записка может быть в ней будет код будет работа над укреплением внешнего периметра практически закончена теперь мы надежно защищена от внезапных налетов никакой заблудший демон нас больше не потревожит к сожалению регулярную проверку исправности механизмов господин столики поручил мне а я ненавижу покидать зону обслуживания машины эти проклятые ворота сводят меня с ума я никак не могу запомнить верный код доступа почему нельзя было обойтись цифрами обязательно нужно было использовать эту геометрическую нумеристскую зауми я все время забываю что код завершается не на цикла на основу символы почти идентичные цикл круг основа круг с точкой но я все время их путаю и торчу перед воротами как последний идиот поэтому я напишу это здесь и буду перечитывать каждый день пока не запомню третий символ кода доступа основа круг с точкой не цикл то есть мы знаем с вами что первый первая цифра это получается ромб а во эй да шо ж вы с воротами играете а здесь заперто ладно блин блин ну я рад что взяли нэннио по итогу потому что нэннио смотрите оказывает нам поддержку с помощью своей магии а вот эти вот наверно можно отмычку той самой суперской стройки нет а компьютеры блин что здесь делают компьютеры чуваки ммм фрикболи ооо да фрикболи тонги фига себе это по моему первые тонги что мы нашли ммм прикольно так а еще фламя для отмычки нашей но теперь наш ладно мы наверное можем с вами конечно сейчас забрутфорсить то есть мы знаем что ромб начало и круг с точкой это конец но это нам будет не очень честно поэтому давайте попробуем вот эту сторону осмотреть ой 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 фабрика у них тут целая фабрика офигеть циркарианцы вы чего просто безумцы а ну что лан давайте лан начнет а я надеюсь что рабочие при этом не пострадают потому что если лан этого гада убьет и начнет это а здесь волшебные метла вольжер дожди сила тоже жди мархан мархан а не может пока а на него тоже ой ой улучшенный стрелок а а а и улучшенная убийца обалдеть дождались вольжер тогда ускорение потому что мне не нравится что тут всякие убийцы и прочие гады силушка давай убийцу фигачить о несмотря на маскировку она по ней попадает дофига раз а мархан а давай-ка мы ей тогда молнии сверху а она спас брослась вот тварь но все равно мы можем хотя а слушайте такое ощущение что у нее невидимость это чисто такое ну не декоративное а вы вы поняли да чисто визуальный эффект в ней работница теперь тоже против нас а а ну ладно мм убийственный фантазм как я мог забыть на не смогла ну когда заходит тогда заходит ладно стрельба вблизи включена сейчас стрелок нам что-то пришло ух уж не можешь да не можешь попасть а опять эта фигня луч пытки вот ведь если прилетает то прилетает конечно как у тебя а все как-то слабенько так ну маркан получается и ныне у на добивание на добивание дэрон стреляй я так думаю что с магом нам бы тоже раздел а и тут сзади тоже работник что-то согрелся ой на него давай все-таки лучше на убийцу попытаемся прибить а тюх чтоб тебя за такую фигню так ну все регенерят потихоньку вольжер давай 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 силу в минус о прекрасно так я так думаю что убийцу надо держать в это в ежовых рукавицах маркан чё то ты это смог молодец молодец дейрон как у тебя угу угу а ныне давайте добьем уже тех хотя хотя давайте убийственный фантаз вот на эту дрянь кинем угу спас бросок а дополнительным действием мы жезл не сможем не сможем лан ну в общем то давай это будет соревнование стрелков и даже при том что лану понизили все характеристики не кисло все равно он неплохо так справляется тут пара мертвых дрянь я так думаю что вольжер вот этого сейчас тоже отправит в отрицательную силу после чего тот отправится также сражаться за демона а силушка давай-ка заклинателя поддержишь м такс маркан вот этого прибили судя по звуку прибили опыта дают вообще чума а здесь что скиптор мистицизма а не нужно ну и ты давай фу фигаси фигаси ладно насколько эта хрень действует а не понятно там кстати какой-то улучшенный заклинатель все же исцеляет очки здоровья посмотрите а мы с ним можем поговорить один из поврежденных вами противников все еще жив несмотря на тяжелые раны он предпринимает безуспешные попытки подняться можете рассмотреть его поближе тело покрыто клановыми татуировками а верхушка его головы будто снесена могучим ударом чело воина увенчано странной шипастой конструкции похожей на корону или венец длинные тонкие шипы исходят из венца и уходят прямо в зияющую рану втыкаясь прямо в открытый мозг осматриваем раненого пристальный осмотр открывает вам поистине оберзительную картину голова воина была искалечена явно специально и с большим тщанием его череп был распилен а в обнаженный мозг погружено множество тонких металлических шипов скрывающихся глубоко в плоти время от времени какой-то из шипов венца начинает слегка светиться и по нему пробегает вспышка молний порождая в теле очередную конвульсивную попытку встать на ноги судя по облику прочих местных стражей все они были подвергнуты аналогичной чудовищной процедуре как это прекрасно какая изящная работа какое изобретательное применение гальванического эффекта на нее достает лист бумаги и начинает делать наброски под восторженное бормотание многообещающее изумительно правда для установки штыря в стопственный мозг понадобится дополнительное приспособление может быть система зеркал воин ты слышишь меня раненый саркарианец игнорирует ваши слова полностью сосредоточены на попытках вернуть себе вертикальное положение кажется что он просто вас не замечает прикасаемся к странному устройству на голове стоит вам коснуться жуткого венца на голове раненого воина как один из металлических шипов уходящих в его мозг со звоном переламывается судя по всему он был поврежден в битве а ваше движение окончательно его разрушило саркарианец тут же замирает из побледневших уст наносит шепот мастер я больше не слышу тебя отдай приказ мастер кто ты такой встрепенувшись раненый воин обращает к вам свое лицо но смотрит он будто бы сквозь вас мастер я слышу тебя вновь отдай приказ я защита первой линии я страж миссии я веществленная функция исполненный приказ как тебя зовут имя ложь имя не нужно нужна лишь функция нужен приказ кто приказал тебе напасть ты мастер ты отдал приказ ты назначил функцию я не исполнил но я исполню не нужен код от ворот знание о том как проникнуть вглубь лагеря является частью защиты моя функция не ведать код дабы не быть способным разгласить его я забыл это знание как ты велел мастер попытаться понять как устроен венец на голове воин изучив венец вы кажется понимаете принцип его работы хотя бы в самых общих чертах хоть вы и видите это устройство впервые принципы магии повсюду одинаковые и вы интуитивно можете предсказать последствия своих манипуляций вооружившись ножом вы осторожно извлекаете еще один из жутких шипов заставив раненого воина вздрогнуть и поднять на вас пустой взгляд раненый солдат неуверенно произносит запрет снят функция защиты более не цена я готов отвечать мастер код доступа пирамида жуткий венец на голове бедняги начинает стремительно раскаляться оплавившийся металл глубоко врезается в гориллу плыть циркорианс изувеченный солдат встречает свою смерть с полным равнодушным я так понимаю пирамида ромб круг с точками а в итоге чё шланта опять характеристики все сбили стоп 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 нет план за очки цива становится нифига я так чувствую если так тут дальше будет то нам придется это часто использовать а он целиком полностью вот это я понимаю мастер оттуда и приказ арены покойника аккуратно перевязаны но повреждения оказались слишком обширными и привели к смерти мертвый крестоносец на кровати был тяжело ранен и истек кровью прямо тут о чем свидетельствует потемневшая тяжело пахнущая простыня от взгляда на толстые ремни которыми привязывали беспомощных раненых к койке становится дурно судя по виду труп лежит и медно мумифицируется на этой койке уже не первый месяц останки неизвестного воина источают святую ауру он принес смерть мученика от рук демона хорошо но это немножко нам снимет порчу бездны и кажется все что мы должны были тут узнать найти мы тут узнали нашли ну то у нас знание мира алло зловещие инструменты на столе похоже служат для того чтобы вскрывать голову несчастных жертв и надевать на них жуткие шипастые венцы ой тут еще проход а там саламандры знаете что я посмотрел на время и давайте-ка мы продолжим уже в следующий раз а по всему спасибо миша лебедева андрея фиолетову евгению глебу до хармсов просто еду антону цару глебу сахарова юджина воли но армак мэйт алексея смирнова сергея кайна баррата ван задаре кравчук white rabbit уроки борьба кириллу алехину за то что те продолжают поддерживать канал всем вам огромное спасибо что вместе со мной проходите игру я прям горю от нетерпения узнать что же будет дальше надеюсь вы тоже а у меня на этом все удачи счастливо пока пока увидимся салам 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 салам